Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас на нашем вебинаре, который посвящен работе с конфигурацией 1С бухгалтерии и соответственно оформлении документов продажи. Наша сегодняшняя встреча это одна из встреч целого цикла вебинаров, который посвящен именно разным аспектам работы с конфигурацией бухгалтерии и рассчитан на то, что пользователи, которые начинают работать с этой программой, еще с ней не очень знакомы и соответственно у которых возникает масса вопросов, которые касаются не только самого бухгалтерии, но и того, как начать в этой программе что-то делать. Веду этот вебинар я, Гардашева Галина, консультант-аналитик компании 1С Кудерлайн. На экране вы видите программу нашей сегодняшней встречи и соответственно темы, которые мы с вами будем сегодня где-то поподробнее, где-то более поверхностно разбирать и смотреть. Построен наш семинар сегодня будет таким образом. Мы на основании конфигурации будем проходить те этапы, которые требуются при первоначальном запуске программы, смотреть, что получается в документах и на что влияет заполнение тех или иных полей там, где мы будем их видеть. Первое, на что хочу обратить внимание, это вот такое вот предупреждающее окошечко, которое у меня имеется на экране. Что это обозначает? То есть при покупке программы вы оформляете подписку ИТС, то есть информационно-технологическое сопровождение, которое бывает двух форматов ИТС-техно и ИТС-пров. Если у вас ИТС-пров, то там есть достаточно много дополнительных сервисов, которыми вы можете бесплатно воспользоваться. Один из таких сервисов это проверка контрагента. Очень комфортно, во всяком случае, для бухгалтера, поскольку в этом случае по ИНН заполняются все данные на организацию, которые имеются в выписках ИГРЮ и в официальных документах. Поскольку мы сейчас будем работать в демонстрационной базе, то естественно интернет я подключать не буду, но если вы работаете, естественно, в своей программе, то при переходе вы заполняете логин, пароль и они сохраняются. И в последующем программа не будет уже задавать вам этого вопроса, просто будет плавно переключаться на поддержку или на материалы, которые вам оттуда нужны. Сейчас в нашем случае мы просто закрываем это окошко и двигаемся дальше. Итак, немножко про структуру предприятия. Тот интерфейс, который вы сейчас видите перед собой, называется интерфейс такси. То есть с левой стороны у нас есть желтое поле, в котором выделены разделы, ну и соответственно дальше уже будет водопад из подразделов, частных случаев, документов и так далее. Какой интерфейс использовать мы можем выбрать при первоначальных настройках. Можно использовать привычные, когда разделы располагаются в верхней части экрана, то есть в верхней панели меню и уже оттуда есть выпадающие списки. Или вот как здесь интерфейс такси. Ну, во-первых, это дело привычки, во-вторых, много сторонников и того и другого. То есть на самом деле при этом не изменяется функциональность, все остается как есть, никакие функции не отключаются при смене интерфейса. Это только удобство восприятия и расположения на экране. Теперь следующее. Во всех программах, во всех конфигурациях 1С есть раздел администрирования, который называется НСИ и администрирование. Это значит нормативно-справочная информация и административные шаги. И есть начальная страница и есть меню главное. Что такое себя представляет начальная страница? Это дайджест по конфигурации, если можно так выразиться, для руководителя. То есть он показывает остатки денежных средств, которые есть в организации, долги, кто должен нам, кому должны мы, задачи организации. И что самое важное, методическая поддержка. Вот раздел методическая поддержка. Здесь есть и руководство по ведению учета, и материалы ИТС сопровождения, что самое важное. То есть то, о чем мы говорили, где есть возможность выбрать дополнительные сервисы или какую-то посмотреть нормативную литературу. Есть мониторинг законодательства, потому что в последнее время очень много всяких изменений, дополнений, всякие антикризисные меры и так далее. Поэтому оперативная информация об этом часто бывает важна. Особенно на первых порах, когда идет настройка системы и внимание еще раз распыляется и разбегается на многие другие вещи. В меню главное, уже более техническая часть, так сказать, это настройки организации конкретно, структуры организации, данных учетной политики, ну и, соответственно, персональные настройки. То есть то, как будет выглядеть ваше, ну, так сказать, рабочее место, ваше удобное кресло. Программа позволяет, конфигурация позволяет вести несколько юридических лиц под крышей одной конфигурации. Но это не все один из бухгалтерий позволяет такое делать. Я просто немножечко напомню информацию, которая была у нас в предыдущем вебинаре. Есть конфигурация, например, 1С бухгалтерия базовая, то есть в которой можно ввести одно юридическое лицо, одну организацию. Естественно, там невозможны доработки какие-то. И, в общем-то, это всегда простой учет на одного пользователя с одной лицензией. Если у нас более, ну, как бы, серьезное предприятие, серьезная конфигурация, то в этом случае мы выбираем 1С бухгалтерия проф. Это уже расширенные функции, это уже возможность ввести несколько юридических лиц, так сказать, под одной крышей. И больше возможностей в части аналитики. И есть, наконец, еще одна конфигурация бухгалтерия Корп, которая сочетает в себе все функции профа. То есть возможность ввести многофирменный учет, возможность работать со всеми разделами. Кроме этого, она еще позволяет ввести учет в разрезе подразделений, обособленных подразделений, которые выведены на отдельный баланс. Позволяет работать с госструктурами, то есть тендеры, госзакупки и так далее. У нее есть раздел диспетчирования, ну и много еще всяких небольших плюшечек, которые по ходу бывают очень удобны. Итак, значит, в меню «Главное» выведены все основные, скажем так, параметры, которые применяются в целом для всех юрлиц. И начинается настройка обычно с раздела «Функциональность». То есть мы задаем программе, в каком формате мы будем работать. Ну, у меня выбрано полное, ну, например, если у вас нет производства, то вы можете отсюда применить выборочную и не использовать производство. Или нематериальные активы, или какие-то другие параметры, которые вам не требуются. То есть здесь вы выбираете на себя, на свой бизнес и бизнес-процессы. При этом вся функциональность сохраняется, она никуда не девается, не пропадает. Она просто из видимости убирается. Следующее, что мы выбираем, это, ну, организации, понятно. Организации мы вводим в свои юрлица. Хочу обратить внимание на такой момент. Вот у нас журнал, в котором идет перечень наших юридических лиц. И есть отметочка «Использовать как основную». То есть если, например, я сегодня работаю с отчетами по конфет-прому, я могу поставить флажок и выбрать его как основную организацию. В этом случае у меня во все документы по умолчанию будут подставляться именно это юридическое лицо. То есть мне будет программа экономить пару-тройку секунд на вводе. В итоге, в общем-то, сэкономит мне достаточно много времени именно на подборе и остановке, чтобы подумать об этом. Еще один важный момент. В каждом юрлице обязательно нужно заполнить всю сопутствующую информацию. Еще раз вернусь к тому, что я вам говорила про дополнительный сервис «Проверка контрагентов». Он действует таким образом. То есть мы вводим ИНН и после этого используем клавишу «Заполнить реквизиты по ИНН». В этом случае вся остальная информация и наименование, и коды, и коды статистики. То есть вся информация заполняется автоматически, и можно уже не переживать о том, что где-то перепутал буковку или кавычки не там поставил. И второй немаловажный момент, что вот три наименования, которые мы видим в шапке, часто это вызывает вопрос, а зачем это нужно. На самом деле полное наименование используется в официальных печатных формах, например, в декларации, еще какая-нибудь отчетность. Сокращенное наименование «Конфектпром» используется обычно в документах реализации, перемещения товароматериальных ценностей, ну то есть в рабочих документах. А вот наименование в программе – это то, что мы с вами будем видеть в журнале. Соответственно, вот у нас журнал, но в нашем случае здесь всего 4 юрлица, а бывает 104 юрлица. И в этом случае поиск по первым буквам бывает достаточно трудоемкий. И если мы заполнили, например, не «Конфектпром» ООО, а «ООО», пробел, кавычки, «Конфектпром», то для того, чтобы добраться до первой буквы, нужно достаточно много времени. То есть быстрее состаришься, чем найдешь нужную букву. Поэтому в журнале пишут всегда наименование, ну должен быть формат, что, например, все пишутся с большой, заглавной буквы, а после него ставится уже юридическая форма и, соответственно, какие-то подробности. Ну вот, например, магазин номер 23 и так далее. Если мы этого в карточке не соблюдем, то есть напишем здесь что-то другое, то мы отключим себе возможность поиска по первым буквам в журнале организации. Точно так же и во всех других местах и документах есть возможность либо использовать какую-то аналитику, либо из-за того, что не сообразили, как, фактически от нее отказались. Хочу еще обратить ваше внимание на вот такие вопросительные знаки в конце строчечки. Это значит, что здесь есть подсказка именно к этой конкретной строке. То есть, вот видите, это значит, если я сомневаюсь, чтобы мне здесь написать, то я могу использовать вот эти подсказочки, которые есть в программе. Здесь, соответственно, видите, уже попала вся информация и по кодам статистики, и по пенсионному фонду, и по налоговой инспекции и так далее. Дальше структура собственной организации, собственного юрлица. Банковские счета. То есть, у нас есть два варианта, как начать работать в программе. Мы можем, первый вариант, это методично пройти, заполнить все справочники, заполнить все-все-все разделы, там, где есть информация. И после этого спокойно приступать к работе. То есть, в этом случае у нас информация будет, мы будем уверены, что внесена вся, будем уверены, что ничего не пропустили. Но это более трудоемкий вариант. И, соответственно, начать работать в программе в этом случае удастся не сразу, а только после того, как мы все это заполним. А второй вариант, это обычно то, что используется, поскольку всегда необходимо было начать вчера, сделать позавчера. Мы тут сидим со справочниками. В этом случае делаются основные настройки, которые мы в главном меню видели. Ну, то есть, функциональность, данные, сведения о применяемой системе налогоблажения, обязательно учетная политика. И дальше уже делаются документы, которые мы заполняем недостающей информацией по ходу пьесы, то есть, по ходу работы с этим документом. Это более, естественно, быстрый способ. Но он, к сожалению, таит в себе больше ошибок, потому что, ну, это все равно, что шить платье на живую, то есть, без предварительного сметывания. Особенно при незнакомой конфигурации есть большая вероятность где-то что-то или пропустить, или недосмотреть, или просто ошибиться. Ну, поэтому в любом случае, каждая организация принимает решение, как ей работать чисто индивидуально. Итак, мы с вами посмотрели, значит, что у нас юридическое лицо, которое мы используем, имеет все данные. То есть, мы все заполнили. Нужно сделать отметочку, что, даже не отметочку, а поставить большой восклицательный знак про регистрацию в налоговых органах. То есть, если у вас конфигурация корп, и у вас есть обособленные подразделения, соответственно, они находятся в разных территориальных округах, или в одном, но в разных местах, в этом случае лучше сразу внести сведения про регистрацию в налоговых органах. Здесь та же самая история, то есть, введя код налогового органа, остальная информация заполнится автоматически, и мы будем спокойны, что мы именно правильно написали это наименование и так далее. Ну, если нет, то можно написать все, что угодно, но главное, чтобы это соответствовало официальному названию, потому что бывает, что документы возвращают, если неверно указана какая-то информация по получателю. Платежный реквизит, обратите внимание, это в регистрации в налоговом органе, потому что сейчас во многих налоговых инспекциях имеется единый номер для перечисления, то есть, единые реквизиты для перечисления налогов и сборов. И еще хочу обратить внимание, у нас здесь есть учетная политика, то есть, конкретно в карточке организации. И точно так же мы видели, что здесь в общем меню тоже есть учетная политика. На самом деле, практически во всех разделах информация дублируется, то есть, некоторые справочники и некоторые классификаторы располагаются одновременно в нескольких разделах. Ну, например, меню продажи, раздел продажи и раздел покупки. И там, и там, и в меню продажи, и в меню покупки применяются классификаторы, например, контрагентов, номенклатуры и так далее. То есть, так сказать, в тематическом разделе находятся справочники и классификаторы. Пару слов про классификаторы. Значит, основных, ну, как бы главных, которые используются в ежедневной работе, на самом деле не так уж много, всего два. Это классификаторы КЛАДР или ФИАСы. Сейчас в основном переходят на классификатор ФИАС. Используется эта информация при работе с больничными листами. Когда мы создаем заявление в фонд социального страхования, там требуется указать номер, указать код ФИАС. И второй классификатор – это классификатор банков, который, в принципе, при создании платежных поручений, при работе с банком, естественно, тоже необходим. Информация о том, что если, например, у меня устарели эти сведения или недостоверны, выводится чаще всего на начальную страницу, где эту информацию может посмотреть руководитель предприятия. Итак, после того, как мы посмотрели, функциональность установили, организации сделали, проверили, что с ЕГРЮ все в порядке, все у нас совпадает, сделали учетную политику. То есть обратите внимание, что учетная политика на самом деле задается. Ну, например, если у меня упрощенная система, то у меня всегда будет ФИФА. Здесь создаются общие данные и есть печатные формы. То есть в печатной форме с учетной политикой понятно, все мы туда заполнили, как у нас есть. Значит, в этой конфигурации есть возможность полностью оформить весь пакет административные и, так сказать, бухгалтерско-налоговые. То есть написать, распечатать приказ об учетной политике, саму учетную политику, рабочие планы, форму первичных документов, то есть номенклатура дел. Этот комплект документов всегда требуется оформлять, но обычно это делалось не из бухгалтерии, в бухгалтерии задавалась только сама учетная политика. Ну а в нашем случае вот здесь, отсюда мы можем полностью весь комплект документов, которые требуют либо аудиторы, либо там банки в случае, если у вас есть какие-то кредитные портфели. То есть эта информация уже вся полностью может быть сформирована отсюда и не надо никуда лазить, никуда бежать. Все всегда под рукой. Еще одно напоминание, что учетную политику все документы мы печатаем 31 декабря и все изменения начинаются с 1 января следующего года. Исключение составляет только ситуации, когда вводятся, например, какие-то новые налоги или вносятся изменения в законодательство, которые влияют на учетную политику. Или если, например, предприятие работало на упрощенке, но утратило возможности, утратило право ее применять. Вот в этом случае создается новая учетная политика с новыми показателями. Если изменений никаких не происходило, то каждый год делать новую учетную политику совершенно не требуется. И состав форм бухгалтерской отчетности. То есть если у нас, например, только продажа и наше предприятие попадает под параметры малых предприятий, мы можем поставить точечку вот здесь. В этом случае у нас будет упрощенная форма бухгалтерская на отчетности. То есть мы будем сдавать только форму 1 и форму 2. И, соответственно, не будем сдавать все 6 форм, как положено при полном объеме и при общей системе налогообложения. Также можно ввести для некоммерческих организаций. Можно работать в этой программе, ввести учет. Итак, значит, справочники, которые нам необходимы для начала работы, мы посмотрели. Информацию, которую узнали про собственное предприятие, про учетную политику, все мы заполнили. Что у нас есть в разделе администрирования? Ну, функциональность мы тоже выбрали полную. Параметры учета. Если, например, ваше предприятие использует нестандартные субсчета какие-то, ну, например, там 4103, 4104, ну, то есть какие-то дополнительные сложности, то здесь это можно выполнить. Здесь же обратите внимание, печать чеков. То есть если мы используем онлайн-кассу, то здесь мы можем задать настройки для распечатки чеков. Итак, администрирование. Фактически здесь тоже задаются параметры, но уже технические, то есть не организационные, не административные, а технические, для подключения с дополнительных порталов, эгоиз, честный знак, ну, то есть вот всякие, которые сейчас обязаны применять предприятия, создаются именно в этой части. Ну, и после этого мы можем спокойно переходить уже в нужный нам раздел, то есть основные документы были созданы, и можно начинать работать. У нас есть еще меню справочники, то есть если вы почему-то сомневаетесь, что мы все заполнили правильно или нет, то в меню справочники собраны практически все справочники, которые имеются в программе, но, видите, здесь не очень большой перечень, но это связано с тем, что у пользователя, под которым я работаю, ограничены права. То есть если мы используем полные права, то список больше, возможности настроек больше. Если мы используем конкретно у меня сейчас пользователь, главный бухгалтер, поэтому у него административная часть несколько урезана, то есть у меня не все меню, например, администрирования я вижу под этим пользователем. Итак, каждый раздел справочники сгруппированы, ну, во-первых, сгруппированы по тематике, и, во-вторых, практически есть новости, но практически эти все справочники встречаются и в разделах. Я уже говорила, повторюсь еще раз, то есть если вы не заполнили вот этот вот раздел, то ничего страшного, катастрофа не произошло, вы можете это сделать уже в конкретном разделе при работе с этими документами. Ну, единственное, что хочется сказать, что справочник номенклатуры и справочник основных средств, вот эти справочники стоит запомнить до начала работы, потому что обычно справочник номенклатуры, если переходит в другую программу, требует, так сказать, осмысления, проверки по структуре, то есть правильно ли иерархия построена, может быть, мы хотим по-другому, может быть, еще какие-то изменения внести. То есть справочник номенклатуры обычно требует отдельного внимания, так же, как и справочник основных средств. Основные средства в основном нужно проверить, чтобы, если переход осуществлялся с другой программы, чтобы были заполнены все информационные поля в карточке, потому что карточки с предыдущими версиями в некоторых случаях достаточно сильно отличаются. И, соответственно, если какую-то информацию мы не указали, то дальнейшая работа именно с этим блоком может быть не вполне корректна. И после того, как мы либо пробежали вот таким вот быстрым образом, либо прошли внимательно, неважно, каким образом эта внимательность была обеспечена, мы можем переходить к документам. Еще о чем хочу сказать, что мы можем ввести зарплату кадра здесь, а можем ввести зарплату кадра во внешней программе. В этом случае сюда будут переноситься только итоги там домашних расчетов, так сказать, и расчета налогов. Еще раз повторюсь, что программа имеет усеченный, урезанный функционал по поводу заработной платы, именно расчета заработной платы, потому что некоторые расчеты не поддерживаются, например, расчет среднего заработка, расчеты по нарядам и так далее. Обязательно нужно заполнить производственный календарь, потому что к нему привязано достаточно много аналитики в разных областях, не только в области зарплаты и кадров, но и напоминание про налогов, напоминание про то, что нужно какие-то платежи сделать контрагентам, ну, то есть много разделов, где используются производственные календари. И после того, как это вот было проверено и заполнено, мы можем со спокойной совестью переходить в меню продажи. Здесь структура, так же, как и в других разделах. Первый столбик, который мы видим, это в основном рабочие документы, которые используются либо при оптовой продаже, либо при розничной продаже. Дальше идут отчеты и аналитика, которая помогает поддерживать взаимоотношения, скажем так, с контрагентами или с какими-то другими объектами. И отчеты, которые можно в этом случае получить. Ну, настройки, в принципе, обычно помогают более узко задать параметры торговли или каких-то других разделов. И, соответственно, от того, какой флажок мы поставим, будет зависеть, что программа будет нам позволять сделать. Ну, например, использование интернет-магазинов, использование доставки сторонними организациями. Ну, то есть, соответственно, по каждому разделу мы можем либо снять флажки, либо их использовать дальше. Учет по договорам. Вот это очень важный пункт, на который стоит обратить внимание. Мы, когда будем из документа, попадем в карточку контрагента, на этом еще раз остановимся. Но хотелось бы отдельно сказать, что учет по договорам, то есть карточки заполнения договоров и полнота информации, которая при этом у вас возникает, очень важны во всей конфигурации. К ним привязано тоже много аналитики и много достаточно комфортных, скажем так, плюшечек, от которых жалко отказываться. Торговля поддерживается всякое разное и розничное, и комиссионное, и внешнее. Ну, естественно, и с маркировкой вынесено в отдельный раздел. На самом деле ограничений по торговле нет никаких. Можно любой вариант использовать. Но с учетом, что сейчас ИНВД отменили, то в этом случае организации вынуждены кто применять патент, кто упрощен, ну, то есть пришлось как-то адаптироваться к этой ситуации. Так. Теперь в разделе продажи есть такой волшебный документ счета покупателям. На самом деле этот документ не вызывает каких-то бухгалтерских проводок. На самом деле этот документ в общем-то обозначает только реквизиты, куда надо заплатить и за что надо заплатить. Но тем не менее этот документ является первой ступенькой, которая позволяет в дальнейшем облегчить себе путь. То есть после ввода документов и его табличной части мы на основании этого документа, вот есть у нас кнопочка «Создать на основании», можем получить перечень документов, которые могут быть созданы с использованием данных, которые имеются в счете. То есть сам по себе счет, если дальнейших действий с ними предпринимать, будет просто как документ в этом журнале висеть. Но если мы используем какие-то документы для ввода на основание, то в этом случае получается цепочка, по которой можно отследить фактически от начала действий с контрагентом и до конечной реализации ему товаров. То есть и коммерческие предложения, и заказы на производство, если есть какой-то производственный блок, ну и естественно уже реализацию, доставку. Сам счет, интерфейс счета, диалоговое окно. Здесь можно установить, до какого момента должен быть счет оплачен. И опять же вопросик, который может пояснить, что это такое, где это изменить, и что будет, если его ничего не запомнит. Дальше идет договор. То есть мы выбрали контрагента, и теперь обязательно нужно заполнить договор. Потому что к договорам в программе привязано достаточно много функционала из других областей. То есть на основании договора и информации, которую мы в него внесли, можно получать, ну, во-первых, закрепляем бухгалтерские проводки, во-вторых, закрепляем цены, по которым работаем с этим контрагентом и с этим конкретно договором. То есть, может быть, мы для этого договора конкретно хотим демпинг устроить. Может быть, наоборот, хотим отпугнуть клиента, поэтому ставим фантастические цены. Ну, то есть это уже ценовая политика. Устанавливаем срок оплаты. Если срок оплаты не установлен, то следующий день за датой отгрузки будет считаться уже просроченной задолженностью. Очень важный момент регистрация счетов фактор. То есть, чаще всего самый простой вариант это регистрация счетов фактур на аванс, который мы задаем в учетной политике. И самый простой вариант это всегда создавать счет фактуру на аванс при получении денежных средств. Хотя на самом деле законодательно предусмотрены гораздо более вариативные, так сказать, обстоятельства. То есть мы можем вот согласно такому перечню либо зарегистрировать в течение пяти календарных дней, либо, если точно знаем, что до конца месяца будет зачет аванса, не регистрировать ее. Но в этом случае при работе с НДС авансов осложняется аналитика. То есть, если мы выбираем какой-то из других законодательно возможных вариантов, то в этом случае более тщательно нужно проверять, а все ли закрылось, а везде ли мы где надо своевременно выписали счет фактуры и так далее. В случае, если мы выбираем вот как сейчас соответствующие учетные политики всегда выставлять счет фактуру сразу, то соответственно всегда при получении аванса, то соответственно всегда так сказать, запасной аэродром, что в этом случае мы ничего не пропустили и ни на какие штрафы не нарвались. Но, естественно, в этом случае получается это в основном для оптовой торговли, когда существуют авансы, которые предприятие получило от своих покупателей. При розничной торговле такая задача не стоит, но тем не менее. Еще один вопрос важный, достаточно и достаточно проблематичный. Это подписи. То есть в программе можно перекрепить к организации образец подписи, фоксимили и образец печати. В этом случае при распечатке нашим партнерам будут уходить уже формы, содержащие печать и автограф. Но многие документы, например, денежные документы, документы, которые сопровождают передачу товароматериальных ценностей, законодательно в них не допускается использовать фоксимили и печать. Поэтому с этим пунктом надо быть достаточно осторожным. Здесь же можно установить совершенно конкретных, например, должностных лиц, которые получают у вас товар, товаром, например, экспедиторы. И если доверенность выписывается не разовая, например, на полгода, на три месяца или на какой-то более длитный срок, то можно вот здесь вот это в договоре указать параметры этой доверенности и, соответственно, на кого она может быть выписана. Ну, чаще всего это бывает, если от имени руководства действует какой-то делегат, ну, то есть за главного директора, за главного бухгалтера, за генерального директора он кто-то расписывается. Ну, бывает, что и попроще, то есть за экспедитора или еще за кого-то такая доверенность выдается. Так, значит, еще можно остановиться на документах, которыми оформляется договор, и счета расчета с контрагентами. То есть счета расчета с контрагентами, это конкретно как будет отображаться в бухгалтерском учете расчет в разных ситуациях. Точно такая же, то есть именно вот такая функция в предыдущих версиях была расположена в меню сервис и тоже так же счета учета с контрагентами можно было заполнить. Функциональность осталась прежняя, просто находится она немножко в другом месте. После того, как мы создали какой-то договор, мы заполняем, ну, собственно, саму табличную часть. В табличной части мы работаем со справочниками номенклатура. Здесь, когда вот по треугольничку мы переходим в список, и если вот эта пиктограмма, то есть два листика, мы переходим уже в сам, в саму карточку данной номенклатурной позиции. если мы выбираем показать все, то, соответственно, мы переходим в меню в общий список. То есть в нашем случае это номенклатура. Для номенклатуры очень важна группировка. То есть, почему я говорила, что этому справочнику надо уделить больше внимания. От того, как сгруппирована ваша номенклатура, зависит, во-первых, скорость работы оператора, во-вторых, полнота всей информации, ну и аналитика, которая привязана к вашей номенклатуре. Значит, в карточке очень важно обратить внимание, это, повторюсь, справочник номенклатуры, очень важно обратить внимание на несколько моментов. единицы измерения, то есть мы можем использовать не только штуки, мы можем использовать коробки, палеты и так далее. Но это так же, как и в предыдущих версиях. Здесь ничего не поменялось. Если, например, у нас есть какое-то производство, то здесь задается статья затрат, которая будет этому соответствовать. Алкогольная продукция это подключается возможность работать с ЕГАИС и, наконец, импортный товар, вот куда я хотел добраться. В этом случае касательно каждого пункта номенклатуры мы можем сразу задать, что, например, страна, происхождение, Германия и номер декларации. но если мы постоянно привозим этот один и тот же товар по разным ГТД, то сюда это вставлять не стоит. Если это была какая-то одноразовая акция, то можно привязать конкретную номенклатуру к одной какой-то ГТД. И обратите внимание, здесь есть возможность, вот раздел классификации, указывать код ТНВЭК. Это очень удобно, особенно, когда у нас идет, например, экспортная операция, то есть не надо искать, где оно было и как, достаточно указать в карточке, он будет подтягиваться в документы. Работа с ценами, это практически епархия коммерческого отдела, то есть установка цен, установка скидок и так далее. Но тем не менее есть раздел, где можно в карточке установить какие-то параметры. Мы не будем сейчас на этом останавливаться, побежим дальше. Правила определения счетов учета задаются, можно задать для каких-то конкретных видов номенклатуры, ну то есть это счета учета номенклатуры, так это звучало в предыдущих версиях программы. работа за спецификациями. Спецификации используются, если мы применяем, например, какие-то производственные процессы, ну хотя бы покупаем отдельно конфеты и фантики и заворачиваем. Ну естественно, если более серьезный производственный блок, то задаются спецификации, их может быть сколько угодно много, и существуют они для того, чтобы происходило списание материалов при производстве, при выпуске готовой продукции. Сведения об алкогольной продукции, то есть это сведения о марках ЕГАИС, ну и штрих-коды, если нам нужно это для работы, например, сканера штрих-кодов. Вести немного позже. Работа со скидками тоже не представляет собой трудности, то есть практически она одинакова и в торговле и складе, и в бухгалтерии, и в некоторых других конфигурациях. И точно также у нас есть раздел помощи, обратите внимание, помощь, которая расположена вот в этом месте, это помощь о документе в целом. Через кнопочку еще мы можем перейти вот к таким пиктограммам и к таким функциям. Здесь хочу отметить, что спрятана пометка на удалении. Раньше она у нас была в верхней панели меню, ее можно было включить и снять, а теперь она находится по кнопочке еще, то есть немножко завуалирована, спрятана, так сказать, но функции остались те же самые. Тоже копирование, копирование строк или копирование документов, отмена проведения или проведения. При этом некоторые пиктограммки, которые мы видим в меню по кнопочке еще, присутствуют и в верхней панели, то есть записать, провести, провести, вот видите, есть и здесь. И работа со списком, то есть именно в раздел еще спрятаны работы со списком, то есть то, что можно сразу редактировать и выводить или наоборот по фильтрам как-то работать. И обратите внимание, во всех документах, которые у нас есть, появилась такая пиктограммка. Она есть и в счете, и в документах реализации, в документах поступления, в отчетности. Это возможность то, что мы видим на экране, отправить кому-то на почту без всяких скриншотов, там, каких-то других ухищрений. То есть отправить, что вижу, то поем. Сразу конкретно контрагенту. В этом случае для того, чтобы иметь возможность использовать этот функционал, нужно при первоначальных настройках задать только настройки почты и ввести данные. И кнопочка создать на основании. Основное, что нам требуется, именно в этом документе расчет покупателю. Потому что на основании счета мы создадим много разных документов, сэкономим себе время и не будем вводить отдельно табличную часть. то есть таким образом, если мы работаем с обычным документом счет, то мы вводим один раз этот счет и все дальнейшие телодвижения производим через кнопочку ввести на основании. Это если у нас именно оптовая торговля и мы работаем какими-то крупными партиями. еще одна приятная функция, которая появилась, это возможность работать в журнале со списком. То есть мы можем выделить несколько, можем выделить одну строку, сделать с ней какие-то операции, например, напечатать. Можем через control выделить одну строку, например, одну здесь, одну здесь и через обычным способом выделить диапазон. То есть удерживая либо сразу обозначив диапазон. В этом случае с этим диапазоном мы уже можем работать, ну, например, или весь переслать по электронной почте, или весь распечатать, или еще какие-то другие действия предпринять. Работа со списком возможна в любых журналах в конфигурации, то есть не только с засчетом покупателя. Еще в конфигурации появился признак изменить статус, то есть признак статуса. Но это мы немножечко попозже туда сейчас изменяется, как меняется и для чего меняется. На самом деле при оптовых продажах ни механизм, ни алгоритм, ничего не изменилось. Функциональность сохранена та же, то есть мы можем из экспорта, то есть если мы что-то вывозим на экспорт, в этом случае мы можем полностью весь комплект документов сделать и для налоговой инспекции, и для таможенных органов, ну и естественно для контрагента. Извиняюсь, у меня сейчас здесь нету данных, поэтому показать не получится. и еще есть безвозмездная передача товара. Раньше это обычно приходилось оформлять либо бухгалтерской операции, введенной вручную, либо придумывать, как еще отразить такие данные. Что касается розничных продаж, повторюсь, мы можем подключать любое кассовое оборудование, фискальные регистраторы, кассы сами онлайн кассы. Но в этом случае необходимо, чтобы все-таки им подключение делали специалисты, которые обслуживают эту технику, то есть например кассовую технику. Порядок работы с розничными продажами. Кассир при помощи сканера считывает номенклатуру, которую человек хочет приобрести, пробивает чек, ну естественно рассчитывается с покупателем. А потом в конце дня при закрытии смены чеки, все, которые были пробиты за этот день, аннулируются и отражаются в отчете о розничных продажах. То есть отчеты о розничных продажах это фактически отчет по всей номенклатуре, которая была создана за рабочий день в чеках, которая была подобрана в чеках. И отчет о розничных продажах уже попадает в разные документы, то есть фактически это сумма поступления денежных средств в кассу и по экварингу расчетный счет в банк, если применяются расчеты по экварингу, то есть по картам. можно подключать кассовое оборудование, сканеры штрих-кодов, весовое оборудование, то есть достаточно большой список, что делается. В некоторых случаях бывает удобно не убирать, так сказать, чеки о розничных продажах, но чтобы была возможность в него зайти, потом и посмотреть. Это требует отдельной настройки, чаще всего в этом случае прибегают к помощи разработчиков, потому что ситуация не совсем стандартная, нужно понимать, что должно сохраняться и в каком формате. Документы, которые касаются расчетов. Это в основном аналитика, то есть акты сверки, инвентаризации и так далее. Реестры счетов фактур, корректировка долга, то есть функциональность такая же, которая была в предыдущих версиях, кроме передачи на факторинг. Передача на факторинг в предыдущих версиях отсутствовала, это отдельный документ, который используют дополнительные справочники. Но покупатели это понятно, организация это наша и здесь возникает еще один, третья сторона, это факторинговая компания. То есть соответственно про факторинговую компанию должны быть введены сведения, это отдельный справочник, который можно заполнить прямо из документа, то есть вот у нас есть создать или показать все, если мы не нашли там необходимого, добавляем что-то свое и свежее. Вот это как раз тот случай, когда лучше делать по ходу формирования документов, потому что обычно факторинговых компаний не очень много, и идти сначала в справочники, заполнять отдельно факторинговые компании, потом возвращаться в документ бывает нецелесообразно, проще по ходу заполнения документа уже заполнять эту информацию. Ну и естественно предусмотрено автоматическое заполнение в этом случае, если можно использовать его, а можно обычный ручной вот по какому документу мы передаем задолженность другой организации. Что еще у нас интересного есть в меню продажи в меню продажи появился такой блок который называется досье контрагента и еще появился блок начисления пеней раньше начисления пеней практически всегда производилось бухгалтером при помощи ручки калькулятора и все сейчас у меня есть возможность для начисления пеней использовать вот такую форму то есть в этом случае я ввожу только ставку и соответственно в день месяц год и так далее ну то есть согласно расчета выбираю счет на который будет пеня отнесена то есть если это покупатель то соответственно это мой доход значит будет 91 там 0.2 например или какой-то другой и добавляю сюда уже табличную часть которая показывает конкретный результат то есть в этом случае у меня получается документ который отражен в отдельном журнале и который я могу распечатать не могу потому что нету нету записи но на самом деле могу распечатать могу сделать какие-то другие действия то есть ввести на основание например там претензию или что-то еще теперь продажи у нас появилось досье контрагента в меню продажи и появилась надежность дебиторов досье контрагента практически можно посмотреть по карточке контрагента ну или выбрать сейчас что-нибудь сформировать ну ввести любое ИНН к сожалению у меня сейчас просто действующего ИНН под руками но если сюда ввести действующий ИНН то выбираются данные во-первых из ИГРУ во-вторых те которые есть у меня в программе то есть по договорам там например выводится бухгалтерская отчетность которая в открытом доступе размещена и анализ отчетности финансовой и организационной если можно так сказать то есть по контрагенту будет абсолютно полностью досье которое позволяет доказать необходимую осмотрительность ну и просто дает информацию для того что если это новый партнер то стоит с ним иметь дело или не стоит теперь кроме вот этих вот приятных скажем так есть еще раздел онлайн касса то есть в этом случае управление фискальным регистратором подключение технической онлайн кассы опять же лучше доверить специалисту по обслуживанию той самой техники а вот дальше уже работа в пользовательском режиме это работа именно с кассовым аппаратом она практически не отличается от обычных правил работы с кассовым оборудованием то есть что онлайн касса что обычно кассовое оборудование соответственно можно вывести отчет можно вывести X отчет и закрыть смену это фактически вывести Z отчет то есть закрытие смены это выведение Z отчета на данном аппарате кроме самих по себе непосредственных продаж есть еще возможность еще извините один момент важно упустила это реализация документа реализации в нашем случае в некоторых программах в некоторых конфигурациях документы реализации используются раздельные пункты для указания какой вид документа в данной конфигурации то есть в бухгалтерии реализация отражается все документы реализации отражаются в одном журнале но вот вид реализации мы выбираем в зависимости от нашей ситуации то есть если мы продаем товары материалы то выбираем меню товары накладная ну или УПД а если услуги то соответственно акт и УПД и для ведения комиссии выбираем отдельное меню еще появилась возможность выбирать отгрузка без перехода права собственности то есть это реализация но если товары в пути то есть если это доставка например во Владивосток в Сочи или еще куда-то когда собственность по договору переходит в момент выгрузки на станции получателя в этом случае использовать отдельный журнал ну либо если мы продаем оборудование то это тоже отдельный формат точно так же как в этом случае у нас из журнала много печатных форм которые можно использовать это вот в случае если мы используем реализацию оборудования то получается вот такой интерфейс мы выбираем нужные позиции и соответственно выбираем уже оборудование которое требуется печатных форм обратите внимание то есть может быть и привычные нам торги 12 и торги 12 с грузовым разделом с услугами акта об оказании услуг на передачу прав ну то есть список достаточно и он весь находится в меню печать то есть не так как раньше было в разных разделах конфигурации эти документы использовались в одном журнале только выбираем тебе хочется еще один очень важный момент это возможность отметить подписан документ или нет потому что очень часто ситуация бывает такая что например реализация ну какого-то товара который везут ну например доставка действует то есть документы выписаны со склада товар получен а вот обратно вернулся или нет документа вообще донес экспедитор документа до подписанта или не донес совершенно неизвестно в этом случае у нас есть возможность проставить флажок и будет сразу видно подписан документ или не подписан видите появляется в журнале зеленая галочка это значит что документ вернулся в бухгалтерию с нормальной подписью и печатью и волноваться больше не о чем если например галочка не стоит то это значит что либо товар вывезен в чистополе либо в карман экспедитору либо по какой-то причине покупатель не согласен с документом и требуется уже действия юридического характера то есть работа по претензиям или какие-то другие ситуации которые нужно решать отдельным ну отдельным другим персоналом и по-другому на кнопочке еще хочу обратить внимание соответственно тоже отметка на удаление установка периода то есть установить период это значит установить период видимости документа только то что мы видим на экране документ никуда не денется не удалится ничего просто будет убран из зоны видом видимости здесь достаточно большой перечень если видите и можно использовать также справку справка повторюсь есть у нас во всех разделах не обязательно через кнопочку еще может быть и в документе справка и рядом с кнопочкой еще отдельная справка то есть эта кнопочка всегда относится к глобальному вопросу то есть к журналу к документу и так далее то что мы видим внутри относится всегда к подробностям заполнения либо документа либо справочника либо еще что-то в этом роде и так мы заполнили предварительные данные из меню главное выбрали организации все данные которые здесь есть заполнили посмотрели по администрированию параметры функциональности и так далее тоже все настроили как надо через справочники номенклатуру определили так как нужно сделали иерархию сделали группировки ввели все данные которые требуются то есть у нас здесь все в ажуре и мы работаем с документами счет покупателя на основании счета покупателя делаем реализацию ну например если реализация сделана и документы пошли на экспорт то есть на основании документа реализации делается таможенная декларация например на экспорт ну вот сделаем вот так создать на основании таможенная декларация на экспорт если мы правильно заполнили карточку товара которая у нас отправляется то мы там и код ТНВ вставили и соответственно вся информация которая требуется для декларации там уже есть ну во-первых код операции выбираем который нам соответствует я выберу просто для того чтобы показать то есть совершенно не факт что это будет у вас использоваться но возможность есть и после этого можно личный кабинет через личный кабинет ФТС использовать и плюс к этому можно добавить каким транспортом это перевозится и соответственно полностью все автоматически сформировать и в этом случае прикрепить еще документы которые например требуются там может быть коносамент или еще какие-то железнодорожные ведомости ну то есть соответственно те документы которые комплектом для вывоза этого товара на экспорт так теперь есть еще один момент то что мы подписаны уже поговорили с вами о том что подписаны документы нет это можно просматривать ну раньше на самом деле пока такой возможности наглядной не было народ как-то выходил из ситуации то есть либо писал комментарии что нет подписи либо в нумерацию вставлял какие-то символы которые показывали что данное данный документ не готов скажем так к бухгалтерской обработке но на самом деле были разные способы теперь есть еще один момент это отчеты которые мы можем выводить по торговле кроме обычных традиционных бухгалтерских отчетов то есть оборотно-сальдовая ведомость анализ счета карточка счета мы значит эти отчеты все также доступны только находятся они в меню отчеты то есть мы можем точно так же посмотреть и оборотно-сальдовую ведомость и главную книгу отчетов по проводкам ну то есть всякие разные варианты отчетности но кроме этого есть еще специализированные отчеты которые доступны из конкретного раздела находятся они всегда в третьей колонке и дополнительные какие-то возможно какие-то дополнительные отчеты сюда могут быть добавлены если обратите внимание это уже не бухгалтерские это уже больше так сказать коммерческо-административные вопросы отчеты то есть например считание оплаченные покупателями это совершенно конкретный у меня не будет списка потому что нету счетов это совершенно конкретно административный документ бухгалтерских проводок он не имеет и отдельно скажем так в бухгалтерском учете не отражается продажа по контрагентам и продажа по контрагентам по оплате это тоже менеджерский блок чаще всего это требуется для того чтобы определить эффективность торговых представителей ну то есть или каких-то поставщиков каких-то покупателей насколько они интересны ну и соответственно возникновение задолженности то есть кто оплатил кто не оплатил то есть это отчеты которые больше имеют управленческий уклон ну допустим выгодный именитый товарный отчет торг-29 который используется по-моему со времен очага покорения Крыма это точно то есть это отчет который использовался и в советское время торговыми организациями который популярен до сих пор который позволяет сделать оперативную получить оперативную информацию по остаткам то есть остаток на начало плюс поступило по документам минусы реализованные того остаток на конец и соответственно провести розничную торговлю поэтому извините инвентаризацию розничной торговли на основании этих данных ну и классические валовые прибыли или учет алкогольной продукции то есть это все отчеты стандартные они присутствуют и в других конфигурациях просто немножко в другой компоновке а вот то что присутствует только уже в этих конфигурациях то есть в бухгалтерии проф в бухгалтерии корп и так далее ну во-первых сохранилась предыдущих конфигураций предыдущих версий конфигураций экспресс проверка это проверка в основном правильности заполнения изначальных справочников если можно так сказать бухгалтерско-административная которая в принципе к продажам конкретно отношения не имеет но показывает достаточно наглядно возможности которые есть у программы и если что-то не так то касательно расчетов которые происходят между покупателями то есть она сравнивает сумму расчетов например с лимитом кассы в соответствии суммы сделки законодательству то есть например 100 тысяч по одному договору а мы там уже полмиллиона по одному договору сделали операции по кассе то есть обратите внимание соблюдение лимита остатков о чем я вам говорила и можно раскрыть и посмотреть по какому конкретному документу кассовыми документами мы что-то сделали книга покупок по налогу на добавленную стоимость это соответственно уже бухгалтерский формат но тем не менее возможность такая здесь есть для продажников особенно здесь важен это соблюдение лимитов и соблюдение расчетов наличными с контрагентами поскольку штрафы за это достаточно серьезные но единственный плюс в этом что обнаружены в течение двух месяцев с момента совершения операции но не всегда бывает в таких не всегда везет в таких вопросах поэтому лучше конечно не нарушать или быстренько предпринимать действия чтобы разбить например по двум договорам или ну каким-то образом смягчить ситуацию еще в этом меню у нас есть очень интересные два анализа учета это собственно говоря тоже в предыдущих версиях конфигурации было находилось немножко в другом разделе это анализ учета по упрощенке то есть для продажников это важно если это естественно ну скажем так коммерческий отдел анализирует то для соблюдения лимитов по упрощенке соответствие счетов фактур и практически вот этот блок анализ учета больше для розничной торговли особо ну не имеет не имеет особой важности не имеет особого значения потому что при торговле что оптовой что комиссионной это в общем-то не суть необходимая информация хочу отметить универсальный отчет потому что универсальный отчет позволяет сконструировать самостоятельно вид который вам требуется то есть выбрать из достаточно большого списка что конкретно должно быть реализовано то есть что мы хотим чтобы выбрать в этот отчет через настройки мы можем задать какие-то параметры отбора то есть добавить или убрать что мы хотим включая оформление каким цветом какими линиями и так далее и сформировать уже то что нам нужно если из уже существующих нам не хватило то есть штатными способами сделать свой вариант отчета как из конструктора лего из нужных деталей совершенно новую тележку или еще что-то и точно так же у нас осталось как и во всех других конфигурациях возможность работать с операциями но в торговле они честно говоря используются достаточно редко поэтому мы просто про них посмотрим в основном операции касаются либо закрытия месяца либо работы по НТС либо формирование записи книги доходов и расходов ну собственно говоря в общем-то все финальные операции то есть либо закрытие месяца расчет себестоимости ну то есть то что уже для именно менеджеров именно продавцов например не особо актуально тем не менее меню продажи у нас содержит свои отчеты это раз и плюс расчеты с контрагентами то есть это административно управленческий блок это два поэтому доступны и операции и документы которые мы можем взять из раздела то есть и отчеты и документы и отчеты которые штатно всегда присутствовали то есть именно в бухгалтерском разрезе традиционный так сказать знакомый как тапочки еще хочу обратить внимание ваше на приложение 1С отчетность это очень удобный очень удобное дополнение позволяет ну во-первых напрямую работать с какими-то организациями то есть налоговый пенсионный фонд и так далее вести переписку и плюс к этому сохраняет личный кабинет вот это очень удобная функция потому что позволяет один раз зарегистрироваться и потом просто переходить в нужный сервис тем более сейчас это достаточно актуально ну понятно что в налоговой инспекции это ну по-любому то есть чтобы видеть свои расчеты все изменения если какие-то претензии налоговиков это важно во-вторых работа с больничными тем более если сейчас у многих введен пилотный вариант когда в ССС подается только заявление а уже расчеты приходят на прямую сотруднику в этом случае отследить прошло заявление не прошло отправлено сотруднику субсидии денежные средства или нет невозможно без личного кабинета то есть вот он у нас соцстрах государственные услуги то есть если мы что-то подаем например на изменения адреса на изменения руководителей и так далее рус рус алкоголь регулирования то есть здесь достаточно большой я не буду на него переключаться то есть портал достаточно большой сервисов тоже то есть здесь можно проверить марки номера лицензии ну то есть достаточно много Росприроднадзор тоже то есть туда сейчас можно сдавать напрямую и статистика то есть статистику тоже можно сделать личный кабинет и напрямую туда из программы отправлять отчетность не заморачиваясь на электронную почту или там на электронную цифровую подпись для передачи например там через контур или другие операторы по электронной отчетности можно через личный кабинет таким образом сдавать это то что касается именно отчетности ну может быть еще пару слов мне бы хотелось сказать про работу с денежными средствами поскольку в общем-то денежные средства и продажи это напрямую взаимосвязанные так сказать аспекты в программе поддерживается возможность работать и с банком и с кассой ну то есть все как как и в предыдущих версиях в предыдущих релизах и в предыдущих программах единственный нюанс это финансы то есть вот такой раздел 1С кредит и 1С финотчетность это возможность работать с дополнительными сервисами которые 1С предоставляет при наличии ИТС сопровождения эти на красном поле выделено что подключить интернет поддержку то есть возможность работать с интернет поддержкой на ИТС соответственно либо проф либо техно про то что мы с вами говорили в начале нашего в начале нашей сегодняшней встречи и еще работа с работа с денежными средствами предполагает кроме того что мы делаем документы некоторые ну так сказать административные если можно так сказать действия то есть если мы работаем через кассу с денежными средствами то вариантов поступления денежных средств у нас на самом деле даже не 2 а 1,5 потому что во-первых это просто расчет за наличные деньги то есть когда человек всю сумму оплачивает наличными деньгами в кассу либо второй когда он рассчитывается по банковской карте что на данный момент ну практически наверное уже в 80% чем наличными то есть расчет по эквайрингу сейчас больше чем поступление по наличному обороту значит если мы работаем с кассовым с денежной наличностью здесь нужно помнить соблюдение правил работы с денежной наличностью есть такое замечательное положение которое тоже но пожалуй ровесник революции если не больше по которому установлены правила работы кассира с денежными знаками к сожалению здесь такого варианта информации нету но достаточно часто контролирующие органы при проверках розничной торговли на это делают акценты на самом деле могут оштрафовать поскольку несоблюдение этих правил приравнивается к попытке обмера веса и обсчета как формулируют в таких случаях то есть это достаточно несложный алгоритм когда человек должен принять деньги от покупателя положить на видном месте произнести вслух достоинства купюры сколько он получил денег пробить чек на кассе и вручить его покупателю одновременно со сдачей и вслух проговорив сколько составила покупка и сколько составила сдача то есть вот такие нюансы здесь к сожалению ни в одной программе невозможно прописать все нормативные сведения нормативные данные но по крайней мере с помощью методической поддержки которую мы с вами видели не переключилась методическая поддержка по крайней мере найти эти документы возможно возможно посмотреть как они изменились и вы уже будете так сказать во все оружие и не будете бояться каких-то необоснованных наездов штрафов ну и так собственно говоря мы вот посмотрели что может предложить бухгалтерия для торговли для оптовой для розничной но к сожалению я уже немножко увлеклась перебрала время мы будем очень рады ответить на ваши вопросы единственное что прошу вас желательно направлять свои вопросы в письменном виде тогда у нас будет возможность более подробно ознакомиться с вашим вопросом и более подробно вам ответить мы уже не будем так лимитированы по времени для ответа и соответственно будет более подробно информативно ну и в любом случае мы будем очень рады оказать вам помощь с настройками программы с внедрением с помощью по обучению сотрудников приглашаем милости просим надеемся на сотрудничество на этом разрешите попрощаться всего доброго компания Кодерлен будет рада сотрудничеству в дальнейшем удачи 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 Продолжение следует...